Добрый день, Рассул! Рассул, тема, которую мы сегодня с вами будем обсуждать, лично, мне кажется, весьма животрепещущей. Это родные языки, вернее, угроза их исчезновения. Скажите, что происходит? Почему так? Добрый день. Вы все понимаете, что мы живем в таком новом мире, обновленном мире технологий, средств массовой информации. Поэтому изучение языков требует абсолютно другого, иного, нового подхода, что не было сделано у нас. Поэтому у нас получился такой разрыв, когда ребенок, начиная с детского сада и заканчивая играми в телефоне, планшетами и так далее, все это происходит не на родном языке. Естественно, ребенку со временем становится легче понимать, разговаривать и мыслить на общепринятом русском языке. И поэтому у нас получилась сейчас достаточно серьезная, актуальная проблема, проблема исчезновения языков малых народов. Вопрос о национальных языках поднимается не один год, но, судя по тому, что мы сейчас имеем, как бы не весьма успешно. Я помню, что в годы моей учебы в школе родной язык и литература, это были полноценные уроки, они шли по школьной программе. И если я не ошибаюсь, сейчас у нас нет даже учебников как таковых, я не беру в расчет пособия, которые сейчас имеются. Основным источником языка на сегодняшний день являются семьи, большинство из которых, к сожалению, тоже уже не говорят практически на родном языке. Что поэтому говорят общественники, диаспоры? И вот лично ваше мнение, как можно решить этот вопрос, эту проблему? Проблема действительно актуальна и на нее серьезно обратили внимание сейчас и глава республики, и правительство республики. У нас осенью состоялся круглый стол, организованный Министерством образования Карачао-Черкесской республики с привлечением общественных организаций и разных ветвей органов власти, где был поднят этот вопрос. Вопрос с учебниками, он неоднозначен. У нас есть учебники по нескольким языкам на несколько классов. К сожалению, нет полноценных учебников для всех языков народов Карачао-Черкесии у нас нет. Они сейчас находятся в стадии разработки. Приведу один любопытный факт. В одном из детских садов, сельских детских садов, где около 200 детей или немножко больше, на родном языке говорят только двое. Вот печалька такая. Недавно я имела разговор с одним из ваших коллег, и он сказал мне прелюбопытную вещь, что для того, чтобы создать учебник, нужно создать комиссию. Это все должно происходить в Москве. Это стоит огромные деньги. Речь идет о миллионах. В общем, никто этим заниматься не будет, и овчинка в выделке не стоит. Расул, скажите, нельзя ли этот вопрос решить на местном уровне? Раньше это было еще более невозможно, поскольку это было очень дорогое удовольствие для республики. Только лицензия на выпуск этих книг обходилась очень дорогое, когда это было введение Академии наук Российской Федерации. После того, как эта функция перешла введение Министерства просечения Российской Федерации, услуга лицензирования стала абсолютно бесплатной. Это уже 2-3 года, как даже чуть больше, как она бесплатная. Нужно только усилия общества и властей. Я думаю, вопрос с учебниками из разряда таких сложно решаемых перешел в обычную проблему, которую можно решить. Наверное, у коллеги старая информация, касаемая Академии наук. Тогда вопрос стоял в лицензировании 4 языков на общую сумму где-то 26 миллионов рублей. Это действительно был сложный вопрос. Сейчас лицензирование, оно бесплатное абсолютно. Но вопрос составления учебников, это тоже вопрос ни одного миллиона рублей. Если мы говорим там только об одном языке, где-то на один язык мы-то там считали, приходилось, если весь период школьного образования брать, по-моему, около 9 или 10 миллионов на один язык. Составление учебников. Они сейчас составляются не только как учебники, они в электронном формате. Обязательно нужно их представлять, чтобы это был учебник точно так уже в электронном. Потом учебные пособия к ним, учебные тетради к ним и так далее. Все это требует достаточно значительных средств. Но это уже немного другая проблема. Ее можно решить. На сессиях народного собрания этот же вопрос тоже рассматривается. В бюджет какие-то средства закладываются? Раньше у нас в бюджете была предусмотрена, если не изменит мне память, 4 миллиона рублей в год на вообще изучение родных языков. На все, на все. Это катастрофически малая цифра, конечно, для такой актуальной проблемы, для решения ее. Но в прошлом году у нас было по требованию общественных организаций, там было выделено дополнительно, было принято решение о выделении дополнительных средств на учебники. В этом году также было принято решение о выделении дополнительных средств. Но только в связи с тем, что РИПКРО, то есть Институт повышения квалификации работников образования, процедурно не вовремя предоставил свои требования по учебникам. Это мы оставили на изменение бюджета в текущем году, когда у нас будет все возможности изменить, мы тогда постараемся еще добавить на родные языки. Безусловно, за один год решить этот вопрос, наверное, крайне сложно, но если мы из года в год будем решать эти вопросы, то вопрос решится. Ну и хотел бы отметить все-таки, что эта проблема не только же там органов власти или их проблем, это проблема всего общества. Поэтому здесь серьезно должны подключиться и общественные организации, национальные организации, которые должны внести вклад в решение этого вопроса. Ну и у нас есть примеры такой помощи от общественных организаций. Достаточно хороший пример такой абазинской организации, Абазашта, которая разработала и программу для детских садов. И оплачивает лишние часы учителям в школах для преподавания дополнительно абазинского языка. В общем, разного рода мероприятия проводят, планированно проводят мероприятия. Вот, ну достаточно положительный пример. Есть и другие примеры, но более значимые сегодня результаты, в принципе, как мы видим, вот именно эта организация добилась в изучении сохранения абазинского языка. Сейчас, насколько я знаю, школы могут сами распределять время учебного процесса. Нельзя вот за счет каких-то других, не особо, скажем так, важных уроков, хотя, наверное, нельзя так говорить, все уроки важные, но как-то вот выкроить время именно для родных языков? В программе изучения школ у нас есть обязательно родной язык. К сожалению, он был раньше три часа в неделю, значит, было два родных языка и одна литература. Сейчас по федеральным стандартам уменьшили количество часов изучения до двух часов, один родной язык, одна литература. Но вот при помощи органов государственной власти и Министерства образования, и по инициативе главы республики, и также, естественно, по требованию общества в целом, сейчас мы вышли из этого положения таким образом, что мы третий час дополнительно на факультативной основе во всех школах ввели, третий час для того, чтобы в это время больше практиковать, больше изучать свой родной язык, родную культуру, литературу и так далее. Это тоже очень важно, поскольку у нас по закону, в принципе, мы вот выяснили такие моменты, когда сами образовательные учреждения, они 40% образовательной программы из 100, они составляют по своему усмотрению. И вот многие школы, например, были примеры из Хабетского района, когда и третий урок, официальный урок, они смогли ввести за счет этих 40%, третий урок они ввели черкесского языка, и три часа они ввели дополнительного изучения, о том, что если все остальные школы вводят один час, то они три часа ввели. Но и в Карачаевском районе такое практикуется, практикуются этноклассы на сегодняшний день. Очень интересная практика, практику показали учителя города Карачаевска. В прошлом году представители города Карачаевска, учитель родного карачаевска, занял первое место в межрегиональных или в общероссийских, я уже точно не припомню, соревнованиях учителей родных языков. Очень интересные практики были показаны, современные методики образования. То есть есть достаточно хорошие примеры у нас для того, чтобы мы из каких-то частных ситуаций это перевести в общее русло, в общую практику для всех образовательных учреждений. Тогда будет эффект очень хороший. Мы раньше думали, что в других регионах, субъектах все обстоит гораздо лучше. Но могу сказать, что немного лучше обстоит в плане общей практики. Но в плане частных подходов, вот таких новаторских методов изучения родного языка и так далее, наша республика уже не первый год занимает лидирующие позиции в этом вопросе. У нас сейчас проблема в том, чтобы действительно частные практики перевести в общую практику. Как пример, в Чеченской республике, например, изучают пять раз в неделю родные языки. За счет чего? За счет того, что, например, какие-то неважные, не очень важные предметы, которые предусмотрены программами обычно, ну, бывает там музыка, рисование, еще что-то, они перевели в статус дополнительных предметов, а за счет этого ввели родной язык, поскольку это очень важная на сегодняшний день актуальная проблема. Вот. Потом, безусловно, существует сейчас повсеместно, согласно и федеральному законодательству, и региональному, и открываются школьные театры. В каждой школе есть свой театр должен быть. Вот. Мы говорили о том, что значение этих театров для развития родного языка очень значительное будет. Поэтому, если театры будут работать для родного языка, будут постановки и так далее, и так далее, если ребенок, например, может изучать пять часов из года в год, пять часов в неделю свой родной язык, то даже несмотря на то, что, может быть, в семье не будут разговаривать на родном языке, но в течение десяти лет, с учетом местной специфики, с учетом все-таки того, что он на улице слышит эту речь, от кого-то слышит эту речь, он, безусловно, будет знать. Это очень важные вот эти методы, которые уже и в других регионах они практикуются. Если мы сможем положительные такие методы перенять, то, безусловно, это даст очень мощный эффект. Ну что же, Рассул, будем надеяться, что ваши идеи будут услышаны, и наш разговор будет иметь какие-то хорошие, добрые последствия. Спасибо вам за участие в нашей программе и до новых встреч.